Дорогие мастера, всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о эффекте экстрим-леса. Смотрите, очень востребованная фотография, очень часто спрашивают, как выполняется именно этот эффект. Поэтому в данном видео, наконец-то, я вам расскажу эту схему. Давайте рассмотрим. Глазки у нас приходят абсолютно разные. То есть девочки бывают достаточно продолговатым глазом, либо с коротким глазом. И в любом случае здесь будет работать одна и та же схема. Например, у нас здесь расположен нос, здесь у нас расположено ухо. И по периметру глазика у нас растут свои натуральные реснички. Как нам выполнить тот эффект, который мы желаем? Чтобы глаз получился именно такой, немножко вроде как загадочный, тонный, такой вроде чуть как уставший, но и интригующий. То есть он не получается как совсем уставший глаз с нависшим углом. То есть нам этот эффект не интересен. Нам интересно сделать именно вот такой вот ракурс, такую фотографию и выполнить именно такой же эффект. Смотрите, до половины глаза мы будем использовать короткие длины. Длины у нас разделяются на микродлины. Это те, которые от 4 до 5, то есть очень короткие длины. Сейчас вроде есть 2 и 3, но, честно говоря, я просто такой длины еще не видела. Это микродлины. Далее у нас идут длины, маленькая длина, это от 6 до 9, и дальше у нас идут средние длины и большие. То есть это то, что именно разделяется, просто у нас длина бывает разная, чтобы мы понимали, как выполнить этот эффект. Если мы будем наращивать где-то там на чемпионатах, либо еще где-то внутренний угол, в основном мы начинаем от четверочки, от пятерочки. Если мы работаем в коммерческом наращивании, часто бывает такое, что внутренний угол у нас может быть и 6, и 7 даже длина. То есть мы смотрим еще на натуральную ресничку. Итак, этот эффект мы можем начинать выполнять внутренний угол от микродлин и от маленьких длин. На данном именно фото выполнено от маленькой длины, то есть начинали мы наращивать от шестерки. Смотрите, как это будет выглядеть. Во внутренний уголочек мы ставим 6, далее мы начинаем нарастать одинаковыми участками до половины глаза. То есть мы делаем семерочку, восьмерочку и девятку. Если вы хотите, чтобы ваше наращивание очень красиво смотрелось, вы можете немного поработать с рядами, хотя бы на переходах, для того, чтобы они были очень плавными. То есть используем маленькие длины до средины глаза. От средины глаза нам нужно сделать очень резкий подъем, но чтобы он получился достаточно плавным. То есть переход от девятки, и, например, наш клиент пришел, потребовал самую большую длину, это для него будет 13, к примеру. На этой схеме у нас была длина 11. Вот этот участок у нас здесь был 11. Давайте на данном видео мы рассмотрим длину 13. Как нам от 9, от средины глаза дойти до 13? Очень маленькими шажочками. То есть здесь мы делали все одинаковыми участками. Максимальная длина до средины глаза это девятка. Далее маленькими участками начинаем наращивать 10, 11 и 12. Здесь даже можно ставить реснички под счет. То есть вы ставите, например, 5 ресничек в десяток, 5 ресничек в одиннадцаток, 5 ресничек в двенадцаток. И потом мы переходим на 13. И 13 у нас будет почти до самого внешнего угла. Внешний угол в любом случае мы укорачиваем. Точно так же и здесь на фото вы можете увидеть, что здесь у нас был переход потом 10, 9. Здесь стояло буквально по 3 ресницы. То есть точно так же. Девятка, 3 реснички, десятка, 3 реснички. Потом все было выполнено в длине 11. По этой схеме, если мы берем длину 13, то есть эффект получится тот же самый, только немножко используем разные длины. Здесь нам надо тоже уковоротить внешний угол так, чтобы он не провисал. Одно из важных и главных правил, чтобы не провисал внешний и внутренний угол, это сделать в длину натуральные ресницы. В длину искусственные поставить, в длину натуральные ресницы. То есть вы понимаете, что вам надо так существенно от 13 укоротить. Как это сделать, чтобы не было заметно, что угол стал слишком короткий? Мы делаем это по 2 реснички. То есть у нас основная 13, да, и внешний угол мы делаем 2 реснички 12, 2 реснички 11, 2 реснички 10, да, к примеру. Можете поставить по 3 ресницы. Небольшое количество должно быть использовано самих ресниц. Вы можете выполнить этот эффект абсолютно в любом объеме. На данном фото было выполнено эффект 4-5D. Надеюсь, вам эта схема будет удобна и понятна. Первый раз вы можете попробовать, может, где-то столкнетесь с какими-то трудностями. Всегда можете мне писать, уточнять, спрашивать и присылайте свои фотографии по этой работе. Мне очень интересно, насколько вы справитесь с этой задачей и выполните эффект, который называется экстрим-лиса. Всем пока-пока, до скорой встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok